Всем привет, меня зовут Влад и это новый видеоролик на моём канале. Сегодня я вам расскажу о нескольких очень годных игр про выживание для слабых ПК. Все названия игр есть уже в описании, так что, пожалуйста, не надо писать в комментариях, какая игра на той-то минуте или там-то, или ещё где-то там, пожалуйста, смотрите описание, я вас очень это прошу. Ну а всем приятного просмотра и поехали. Ну а перед началом данного видеоролика хотел бы посоветовать тебе бесплатную игру про Россию, а именно NextRP. Это приключенческий боевик с ролевыми элементами, где ты сможешь поиграть со своими друзьями. Скучно уж точно не будет, так как здесь большой открытый мир, в котором ты сумеешь делать абсолютно всё. Тюнинговать машины, как только захочешь, работать, покупать недвижимость, создавать банду и с ней же участвовать в перестрелках, иметь свой бизнес и много-много другое. В игре большой комьюнити и высокий онлайн, так что вечерком поиграть будет самое то. Если игра понравилась, то ссылка в описании, скачивай и наслаждайся. Команда разработчиков из Новосибирска представляет своё творение, в котором каждый преданный фанат жанра хоррора узнает знакомый мотив. Ещё бы ведь игра Дистрасс вдохновлена знаменитым фильмом ужасов «Нечто» 1982 года. По сюжету игроку предстоит примкнуть к составу группы людей, исследующих заброшенную арктическую базу и пытающихся пережить атаки загадочных существ. Кроме того, протагонист обязан периодически есть, спать и искать обмундирование для того, чтобы выжить и не сойти с ума. Локации издания будут генерироваться случайным образом при каждом новом запуске. Игровых персонажей на выбор представляется аж 15 штук. Каждый из них обладает индивидуальным набором характеристик. А для того, чтобы игрок ни в коем случае не заскучал, создатели заготовили 4 разнообразных варианта концовки. Дисмантл предлагает покинуть ваше убежище. Прошли годы и теперь землю населят страшные и кровожадные существа. Давно они были людьми. Советую попробовать свои силы и выжить в этом жёстком мире. Для этого есть масса инструментов и способов. Для добычи ресурсов предстоит много перемещаться и изрядно потрудиться. Каждый найдёт тут занятия по душе, например, охота, рыбалка или строительство. Советую быть осторожнее, врагов много и они очень сильны. Вооружайтесь и позаботьтесь о безопасности. Попробуйте сбежать с этого острова, но предварительно необходимо всё исследовать и получить полное предоставление о происходящем. Обзаведитесь собственной фермы, чтобы всегда быть готов к любому кризису. Используйте богатые инструментарии, пользуйтесь различными навыками и улучшайте их. В данной игре можно заняться строительством, посвятить время рыбалке, мастерить оружие и разнообразные приспособления. Игруха предоставлена с довольно симпатичной графикой и она вас уж точно затянет. Oxygen Not Included Это симулятор выживания в космосе. Авторы приглашают посетить колонию и познакомиться с колонистами. Нелёгкий труд первооткрывателя, опасен и рискован. Игроку предстоит взять на себя руководство команды землян, помогать им вести разработки, заниматься обеспечением станции необходимыми ресурсами, а главное следить за уровнем кислорода. Интересное занятие выживания на астероиде, если учесть, что это хардкорный симулятор, скучно не будет. Нет времени на размеренные передвижения. Размышления и философию. В дефиците один из главных ресурсов. Ну само название игры нам как бы об этом и сообщает, что кислород не прилагается. Масса факторов, влияющих на конечный результат. К примеру, есть показатель уюта. Если помещение будет вызывать у персонала позитивные эмоции, то они будут работать эффективнее. Иногда кажется, что фантазия авторов никогда не кончится. Вначале на станции только три человека. Если появится желание расширить штат, придётся печатать коллег на биопринтере. Все они наделены особым набором способностей и навыков. Важно, чтобы ваши подопечные были счастливы, сыты и обеспечены работой. 60 секунд 60 секунд это приключенческая игра в жанре квеста с элементами чёрного юмора. Здесь тебе предстоит выживать в бункере, куда тебя и твою семью приведёт ядерная война. Для начала займитесь тем, чтобы собрать всех членов семьи. И не забывайте захватить необходимый запас пищи, воды и предметов. Потому что никто не знает, сколько вам придётся провести времени под землёй. На всё про всё у тебя будет всего лишь 60 секунд, после чего бункер закроется. Все твои решения будут нести определённые последствия в дальнейшем выживании. Ты возьмёшь под ответственность жизнь своей семьи, поэтому будь внимательным. Действуй очень быстро и сосредоточенно, чтобы взять как можно больше припасов. Игра построена таким образом, что каждый раз тебе будет очень интересно играть. Потому что сценарий развития событий будет всячески меняться. Как выжить на острове? Как убить зомби? Как развести костёр? На эти и другие вопросы найдёт ответ главный герой How to Survive. Что оказывается в непростой ситуации. Ему удалось остаться невредимым в зомби-апокалипсисе, но выживать он не умеет. К счастью, в данной игре есть руководство по выживанию, но его страницы разбросаны по игровому миру. И вам предстоит их искать. Игры серии How to Survive — это отличный изометрический экшен с элементами выживания и юмором. Событие первой части разорачивается на необитаемом острове, а в сиквеле эпидемия вырвалась за пределы архипелага. Чтобы сохранить жизнь, необходимо оружие, которое вы сможете смастерить из разнообразных предметов. В игре представлена прекрасная крафтинговая система, дающая право делать не только орудия, но и разные нужные объекты. Игра делится на уровни сложности, зависящие от ваших навыков. Также представлены три героя на выбор. Но основную часть геймплея вы будете изучать территорию, ища пропитание и укрытие. I Am Alive — это игра на выживание с элементами прокура. Действия разворачиваются в постапокалиптическом мире, в котором люди борются только за собственную жизнь. Объединяются в группировке, и практически все совершают плохие поступки. Игровой процесс имеет открытый мир. Вы можете свободно исследовать окружающие локации, общаться с другими персонажами и выполнять их поручения, чтобы добыть необходимые вещи. У протагониста есть семья, о которой он обязан позаботиться. Именно поэтому он совершает рискованные поступки, договаривается с бандитами и участвует в перестрелках, и другой незаконной деятельности. В данной игре присутствует огромный арсенал оружия и навыков у героя. Он может использовать огнестрельное, пистолеты, автоматы, дробовики и другое. Либо холодное оружие, чтобы не привлекать внимание посторонних. Игра имеет множество секретных локаций, в которых можно найти полезные предметы. Также имеется возможность выбирать между двумя действиями, влияющими на продолжение сюжетной линии в целом. На первый взгляд проект Forager является непримечательной песочницей и приключенческим экшеном в одном лице с мультяшной графикой. Но под этим скрывается удивительный мир с массой возможностей. Пользователям нет нужды двигаться по сюжету, его здесь нет. Главное выживать в довольно опасном и необычном мире. Помимо испытаний придется опробовать крафт, строительство, сражение с врагами, а также решение головоломок. Перед вами целый мир, в котором не обязательно участвовать в сражениях. Можно заняться фермерством и извлекать максимальную выгоду. Занимайтесь поиском редких предметов, добычей ресурсов, минералов и материалов. Продавайте их на рынке и зарабатывайте деньги. Стройте дома, магазины, крепости, а также украшайте их различными предметами. Но также в данной игре есть много подземелий, руин, скрытых локаций и боссов, охраняющих сокровища. Ну а на этом все, я надеюсь данный видеоролик вам понравился. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Я вам хочу выразить огромную благодарность за 7 тысяч подписчиков. Ёлки-палки. Это на самом деле офигенная цифра, потому что 7 моя любимая цифра. И тут 7 тысяч, и вообще, короче, это круто. В принципе, я очень надеюсь, что к концу лета я смогу добрать 10 тысяч подписчиков. Но это как я уже сам буду стараться. Также, что я вам хотел еще сказать, это то, что сейчас видеоролики у меня на канале будут не так уж часто, как это было. Потому что у меня сейчас будет переезд в другой город, и я надеюсь, он будет очень быстро. Но вначале у меня будет просто 4 июля, у меня DR, я хочу отдохнуть немного от всего. Может переосмыслить по поводу YouTube и менять как-то, ну не в том, что контента, подачу и так далее. Но про это я еще и буду думать. Но так я все равно буду стараться делать нормальное количество видеороликов, и надеюсь, у меня это получится. Ну а всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok